Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Вашему вниманию представляется случай лечения пациентки хирургами-химиотерапевтами. Также участие принимали в лечении сотрудники Института нейрохирургии имени Поленова. Пациентке 72 года. Она обратилась к нам неонкологией Петрова в апреле 2015 года с жалобами на наличие опухоли в области правого носового хода. Жалобы также заключались в том, что имелись эпизоды кровотечения из носового хода справа. Пациентка была оперирована по месту жительства и было выполнено хирургическое лечение в объеме удаления опухоли. По документам это хирургическое лечение было выполнено в объеме полного удаления. При гистологическом исследовании отмечено как недифференцированная саркома. Это результат исследования по месту жительства. У нас был пересмотрен гистологический материал. И по данным гистологического исследования это, видите, наклеточная беспигментная меланома полости носа. Пациентка была обследована у нас в стационаре, вернее в институте. В институте было выполнено МРТ и КТ, были исследованы органы грудно-бережной полости. Данное за прогрессирование на момент обследования у пациентки не было отмечено. И решено было на консилиуме лечение в настоящий момент не проводить, а ставить под наблюдением. Пациентка была обследована уже в августе 2015 года. У нее появились первые признаки прогрессирования. Она обратилась, была обследована. И по данным обследования МРТ мягкие ткани шеи имелось новообразование в области удаленной опухоли в области правого носового хода. И также уже наличие контактной деструкции носовой кости. По данным МРТ исследования у пациентки имелось новообразование в области правого носового хода. Заполнен весь носовый ход с новообразованием. По жалобам у пациентки имелась кровоточивость из этой зоны, и пациентке было назначено лечение, проведена химиотерапия, редукция доз была ламустина, у пациентки имелась и сопутствующая патология, и, в общем-то, имелись эпизоды кровотечения. Сама пациентка, вид данного новообразования, достаточно быстро растущее опухолеобразование в носовом ходу. Было выполнено оперативное лечение в связи с кровотечением, выполнена циторедуктивная операция, на момент выполнения имелась и деструкция костей носа, на консилиуме было решено выполнять именно в объеме циторедукции и в дальнейшем продолжение лечения. Далее обсуждена с нейрохирургами института Поленова и была направлена на лечение в этот институт для выполнения внутрисосудистой эмболизации сосудов опухоли гипосферами, в связи с тем, что риск кровотечения у данной пациентки на фоне дальнейшего лечения был крайне высок, и необходимо было достигнуть все-таки циторедуктивный эффект. Проведена была далее химиотерапия по предыдущей схеме, также проведена была редукция доз химиопрепаратов. Третий цикл был проведен, и у пациентки нарастали явления сопутствующей патологии, было решено редуцировать дозы предыдущие, и далее она уже получала докорбозин. Проведено 6 циклов химиотерапии. У пациентки лечение было закончено в августе 2016 года, и она находится под наблюдением по настоящий момент. С августа 2016 года у пациентки имеется новообразование, которое располагается в области носового хода справа. Оценено, расценено данное новообразование специалистами МРТ как стабилизация процесса. В настоящий момент в марте также было обследовано, и размеры новообразования не изменились. Тактически, на сегодняшний день, что следует делать дальше? Пациентка была обсуждена и со Светланой Анатольевной, и с сотрудниками нейрохирургического отделения, также с лучевыми терапевтами, и также со специалистами ЛОР-специальности. Что делать в настоящий момент? Продолжить наблюдение, либо прибегнуть к хирургическому лечению в объеме удаления новообразования не в циториодуктивном, а в полном объеме, либо рассматривать вопросы о лучевой терапии. Спасибо за внимание. Спасибо, Замера Ахмедовна. Вопросы какие-то? Ответы на вопросы Замера нет? Вот, если позвольте, попробую ответить. А возможно там удаление радикально-хирургическое? Мы вот как раз обсуждали этот вопрос с ЛОРами, был консилиум по этой пациентке на той неделе, и обсуждали вопрос о том, чтобы действительно удалить, возможно или нет. С учетом того, что было новообразование таких размеров, и была деструкция кости, является сомнительным, конечно. Поэтому этот вопрос пока висит в воздухе. И нейрохирурги тоже участвовали в консилиуме, они предлагают все-таки рассмотреть вопрос о лучевой терапии. Радиологи думают. Вот, да, хочется сказать, что при меланомии вопрос о лучевой терапии, он очень такой, очень сомнительный и спорный, потому что тут зависит от того, кого спрашивают. Если спрашивают радиологов, то они, конечно, скажут, что лучевая терапия, ну, большинство, скажем так, радиологов скажут, что лучевая терапия при меланомии не показана. Агрессивная. Нет, агрессивные радиологи говорят, что показаны, есть определенные... Агрессивная, да. Это коллеги, например, с Огненска любят очень вот эти все технологии. Но, в принципе, да, на сегодняшний день есть место и лучевой терапии в таких ситуациях. И именно вот рецидивирующие такие сложные ситуации для хирургов могут быть показать. В целом, меланомия считается малочувствительной опухоли. Но, с другой стороны, сегодняшние технологии лучевой терапии, такие вот, как MRT или более развернутый, там, гамма-нож, кибер-нож, они позволяют преодолеть эту радиорезитетность, потому что очень точное воздействие идет. Да, размер имеет значение в данной ситуации, но это уже вопрос для комплексного такого подхода. А в целом, с точки зрения химиотерапевта, в данной ситуации мы полностью полагаемся на хирург, потому что сами оперировать не умеем. Вот, да, но в целом исследования показывают, что вот в случаях, если есть эффект, доведение до полного РБС хирургическим путем всегда улучшают результаты лечения пациента. Поэтому вопрос о месте хирургии, вот тут уже задавался, то есть хирургия при распространенном процессе не отменяется. Да, она не является основной, но она является важным компонентом, если это апеллятивная помощь или если это именно доведение до более значимого клинического эффекта. Я еще бы хотела обратить внимание на том, что у пациентки сделана плохая химиомболизация. Химиомболизация, которая позволила уменьшить вот эти опухолевые изменения и риски. И я хочу обратиться еще раз к Замире Ахметовне. Скажите, возможно ли пациентов отправлять с северо-запада, здесь присутствуют доктора с северо-запада, в это учреждение, смогут ли они нам помочь? У вас просто контакты с ними не налажены, с институтом имени Поленова. И может быть обрести какой-то такой совместный определенный опыт и помочь пациентам, которым действительно невозможно помочь в некоторых ситуациях. Да, действительно, у нас контакт, Светлана Анатольевна, спасибо. Действительно, это такой вопрос, который задают уже многие, потому что мы делаем доклады не только по меланоме химиомболизации сосудов опухоли, но и так как отделение опухоли головы и шеи занимается такими, действительно очень тяжелыми пациентами, и до того, пока мы начинаем проводить какое-то лечение, мы наладили контакт с институтом имени Поленова, они принимают наших пациентов, они открыты для всех из регионов. Те пациенты, которые к нам присылаются, и с квотой также на руках, мы направляем их к ним в учреждение, они проводят эту операцию, она выполняется по квоте в рамках высокотехнологичной помощи, а также у них выполняются эти операции в рамках клинических апробаций, и они готовы помочь любому, кто обращается. Достаточно быстро, оперативно все это выполняется, госпитализация занимает приблизительно 4-5 дней, и пациент, в общем-то, готов уже выписаться и для дальнейшего лечения. В чем преимущество именно выполнения в этом учреждении? Потому что это нейрохирургическое отделение, и выполнение данной операции требует, конечно, навыков, навыков в плане выполнения, а также с борьбой против тех осложнений, которые могут возникнуть, потому что выполнение самой химиоболизации, оно чревато тем, что могут возникнуть осложнения, которые сопряжены с жизнью, то есть смерти, то есть на грани. И необходимы нейрохирурги, которые могут своевременно помочь, если у пациента возникает инсульт, а это тоже может быть осложнение, они умеют это все делать, лечить. Пациент помещается в реанимационное отделение, проводится терапия соответствующая, и такие пациенты у нас есть. Очень много пациентов с заболеванием носоглотки, достаточно тяжелые, и некоторые пациенты приходят к нам после перенесенного инсульта, и мы также продолжаем лечение. То есть мы им не отказываем, лечение проводится, не нейрохирургия Полинова, они готовы работать с любым, кто приходит к ним, а если обращаются врачи, они, конечно, все объясняют и принимают пациентов. Достаточно тяжелых, я бы сказала, действительно тяжелых. Замера Ахметова, да, у вас есть какие-то контакты, которые можно было бы докторам дать? Да, я могу дать контакты, конечно, это возможно. А я еще раз пользуюсь моментом, еще раз представлю Замера Ахметовна Раджабова, заведующая отделением головы и шеи, опхоли головы и шеи. Поэтому если у вас пациенты есть такие на отделение, можете присылать на консультацию к Замере Ахметовне, у нее прием тоже есть, поликлинический колл-центр, мы телефон дали, пожалуйста, записывайтесь, и она всегда готова. Я могу торговать вашу помощь? Конечно, конечно. У нас 4 приема сотрудников отделения, и мой прием. Поэтому, пожалуйста, если есть вопросы, мы готовы всегда помочь. Вопросы есть. Спасибо большое за очень интересный клинический случай. Когда представлен был курс химиотерапии, хотелось бы еще остановиться на препарате Рифнот. То есть там введение препарата. Ваше отношение к нему, насколько он эффективен? Если, наверное, препарат сам пациент приобретает? Я могу перенаправить вопрос. На самом деле, лечением занимались химиотерапия хирург, лечением химиотерапическим занимались отделения Светлана Анатольевна, но этот препарат, насколько я помню, первый опыт был и в Институте онкологии тоже представленной работы, когда этот препарат работает, и, в общем-то, его использовали. Поэтому, если, пожалуйста, я расскажу слово. Рифнот – это рекомбинатный фактор некрозоопухоли, химически сшитый с иммуномодулятором тимозином. Он очень агрессивно, скажем так, потенцианируется у нас на рынке, хотя не имеет большой доказательной базы на самом деле. По сути, по препарату, соответствует фактору некрозоопухоли, по токсичности абсолютно точно. То, что рекламирует производитель, что он 10 раз менее токсичный, это все не соответствует истине. Зарегистрировано для лечения рака молочной железы вместе с химиотерапией, хотя доказательная база для этого весьма сомнительная тоже. Но, тем не менее, используется как фактор некрозоопухоли, так и он имеет, в принципе, довольно-таки ограниченное применение. Препарат сильно недообследованы, он делает, он вызывает какие-то эффекты. У нас был опыт в двух показаниях. Мы вводили его самостоятельно внутриопухоли введение для пациентов. Там был ограниченный достаточно набор пациентов, высокая токсичность, потому что, примерно, если вводить в опухоли, это практически как внутривенное введение. Через 15 минут лихорадка в районе 40, причем там ровно на 16-й минуте пациент уже спрашивает, почему это меня не трясет. Эффект максимальной стабилизации процесса. В общем, не сказать, что на сегодняшний день это не та планка, которую стоит использовать. Есть больше опыта у москвичей, меньше у нас в плане химии и иммунотерапии. То есть добавление рифнота к схемам химиотерапии, включающие декорпозин, дисплатин. И в той схеме, которую мы делали, это у москвичей взятая схема, там три аспекта действия. Во-первых, рифнот вводится до начала химиотерапии за неделю. Во-вторых, там используется одновременно декорпозин и ламустин, потому что они друг друга взаимно могут усиливать. И ламустин вводится через 4 часа от начала инфузии декорпозина. Идея в том, что они оба блокируют МГМТ, вот этот фермент, который восстанавливает повреждения и от декорпозина, и от ламустина. И совместная такая нагрузка потенциально увеличит эффективность. Но что касается эффекта, у нас не сложилось такого явного впечатления, что это революционно большая эффективность. Но с достаточно проблемным нежелательным явлением мы столкнулись. Это длительная тромбоцитопения и гематологическая токсичность достаточно немала. на этом режиме. Единственное, что удобно у режима, цикл один раз в 6 недель. Вот это, да, аргумент. Рекомендовать в такую широкую практику мы пока не можем, потому что это требует определенных контролей за пациентом. И, опять-таки, возможно, это более эффективно, чем просто полихимиотерапия. Но большие сомнения берут, а более ли это эффективно по сравнению с новыми методами лечения. Да, если у нас есть BRAF-ингибиторы, то как бы с ними они конкурировать не смогут, например, или с новой иммунотерапией. В комбинированном лечении как дополнительной терапии – это большой вопрос. Еще раз говорю, препарат в целом как фактор микрозуропах работает, но как любой цитокин. Это очень сложный препарат в том плане, что у них есть и позитивные, и негативные стороны. Интерферон из всех цитокинов наиболее обследован. Тот же интерлекин-2 работает только в высоких дозах. Работает у маленького количества пациентов. Но да, есть люди, которые на нем вылечились. С рифнотом, вероятно, та же самая ситуация, есть какая-то узкая ниша пациентов. Мы, к сожалению, не знаем на сегодняшний день, что рифнот, что ингарон – это второй продукт этой же компании. Мы не знаем, кому на самом деле они могут работать. Есть некоторые позитивные опыты в монотерапии у нас этими препаратами, при исчерпанных возможностях. Но я еще раз говорю, тут надо очень внимательно подходить. В принципе, при меланоме официальной регистрации нет. В качестве мономоделирующих средств регистрация у них у всех есть, поэтому по большому счету тут надо очень аккуратно подходить. Единственное, в чем минус этих препаратов, что они очень сильно разрекламированы именно среди пациентов, вплоть до того, что на центральных каналах рассказывают, что если врач не знает, что такое рифнот, ингарон, он плохой врач. Это, как сказать, весь ТФМ такие выводы делает. Поэтому пациента многие спрашивают, но надо просто объяснять. Как правило, таких объяснений достаточно, чтобы ажиотаж снять. То, что касается этой пациентки, это меланома слизистая. У нее не выявлены мутации, не цикиты у нее мутации. Поэтому уповать на эффективность возможных режимов химиотерапии, она, конечно, была невелика. И мы уже здесь просто придумали, что в этой ситуации, какой режим лечения можно применить у данной пациентки в данном конкретном случае при отсутствии каких-либо препаратов, чтобы у вас не создавалось то же мнение, что федеральные учреждения живут просто шикарно, взяли из кармана, достали и ввели. Но то, что мы добились помощи вот таких вот режимов, и комплексный, конечно, подход, и хирургическое лечение, и лекарственное лечение, и в целом пациентка жива. Вот она буквально недавно приходила на прием. Но то, что мы увидели, это в положительном состоянии, в хорошем состоянии человек, которого практически ничего не беспокоит, кроме жалоб, которые появляются с возрастом. Она вечно что-нибудь такое говорит, то у неё голова иногда болит, то ещё что-то. У неё нет признаков прогрессирования заболевания. При той ситуации, которую увидели, Замера Ахметовна показывала, я думала, что это тампон у неё выходит из полости носа, а эта опухоль росла. Вот я за свою жизнь ещё первый раз такое увидела, чтобы на глазах опухоль увеличилась в размерах. И спасибо Замере Ахметовне, она тогда взяла это поздно вечером, её взялась оперировать. И, как ни странно, опухоль просто полностью вот так отошла от стенок носового хода. Мы присутствовали на операции, удалось убрать вот эту массу, и она так вот больше не увеличилась, не пролиферировала. И, конечно, достигнут определённый эффект. Насколько хватит, мы не знаем, но в настоящее время качество жизни пациентки удовлетворительное. У неё нет кровотечения, она чувствует себя хорошо и с минимальными потерями, в общем-то, не с высокой токсичностью. Она получила лечение, сейчас она в стабилизации, и мы ещё думаем, что делать дальше. И спасибо коллегам из института Полиновского, которые нам тоже помогли. Спасибо.